Четыре дня отдыха для жителей и гостей означают напряженную работу городских противопожарных служб. На коммунальных предприятиях необходимо подготовить специальные расчеты на случай чрезвычайных ситуаций, а с управляющими компаниями провести инструктаж по противопожарной безопасности. Стоят праздники, есть излюбленные места жителями отдыха, маёвки и прочее-прочее. Поэтому высвятят шлаги, нельзя разжигать костры, взять на контроль. Уплание завершено. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% снизилось число бытовых пожаров, однако в 6 раз чаще стала гореть сухая растительность. С начала года 24 случая. Основные недостатки, послужившие причинами резкого роста природных ландшафтных пожаров. Это наземные сельхозпредприятия, не созданные добровольной пожарной дружины, укомплектованные инженерной техникой. Передвижные ёмкости не предусмотрены. А также отсутствует инвентарь, хлопуши, ранцевые отнесушители, лопаты, бакрыли. Нет подтверждающих документов о создании добровольных пожаров дружин. Следующее. Неорганизовано дежурство добровольных пожаров дружин в течение всего пожароопасного периода. Пока обошлось без жертв и значительного ущерба, однако необходимо принимать самые серьезные меры. Работникам сельхозпредприятий, а также населению, категорически запрещено выжигать траву. До 25 мая будет проводиться опашка шириной не менее 4 метров по границе сельхозугодия и населенных пунктов, а также вдоль лесных массивов. В хуторах и станицах определены порядка 30 специальных водоемов. Пожарные попросили провести их ревизию, обеспечить подъездные пути. Работу проведут совместно с главами сельских округов. Мы работаем в режиме нерасслабленном. Основная задача для сельских округов – это мониторинг, для управления сельского хозяйства. Это мониторинг брошенных земель, неухоженных, там, чьи-то не знают. Но надо понимать одно, когда брошены, то еще хуже. Для города – это органы территориального общества, самоуправления. И, конечно, в селах тоже тоже, да, это первые наши игры. А можно даже знать, иногда бывают единственные помощники в целях поступления информации. Проверка по линии МЧС выявила ряд нарушений, в том числе отсутствие источника воды в семи сельских населенных пунктах. По 88 социальным объектам собрана информация о недочетах. Самые распространенные – недостаточная подготовка персонала и охраны. Все эти вопросы предстоит оперативно решить. То, что касается частных предприятий и владельцев земли, то руководству и собственникам будут направлены специальные письма. Валерий Королев напомнил, что решения данной комиссии обязательны к исполнению и принимаются они ради безопасности жителей и гостей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.